Посуда, музыкальные инструменты, скульптуры. Изделия Алексея Гаврилова украшают выставки и раскупают на подарки. Мастер-класс по работе с деревом и игры на знание культурных традиций. Вот лишь часть программы, которую ООН и Сыктывдинский район представят на выставке достижений народного хозяйства. Вот это заготовки на зелезельке. Зелезель – это такой инструмент. У нас зелезель – это звон ручья с коми. Потом у нас есть вот такие вот тиктоки разные, трещоточки всякие. Вдающиеся личности Сыктывдинской земли композитор Прометечий Сталев, музыкант Семен Налимов. Целинецкая и Сапоговаляльная фабрики. У района давно устоявшиеся бренды, в том числе и туристические. У Сыктывдинской земли огромный потенциал. И он связан, конечно же, с туристическими маршрутами. И названия наших туристических маршрутов соответствующие. Каргородские легенды, Нющемские перелимы, Золотая береста. Поэтому мы обязательно покажем нашим гостям замечательные маршруты в Сыктывдинской коми земли. Книжпогодский район готовит фотозону Иркап. Прелузии – демонстрацию традиционных предметов быта и снаряжения охотника. Худорцы научат росписи под дереву и жемцы старинному способу плетения рыбацких сетей. Своя изюминка и новинка будет на каждой площадке, в том числе и у предприятий. Впервые в числе крупных на ВДНХ «Газпром» и «РЖД». По новому свою работу представят и региональные ведомства. В этом году у нас будет выстроена впервые аллея здоровья. То есть, если до этого у нас медицина была представлена двумя-тремя учреждениями, то в этом году мы выстраиваем целую линию здоровья, где люди могут провести экспресс-диагностику своего здоровья. ВДНХ в Коми открыли еще в советское время. После долгого перерыва выставку возродили в год 95-летия региона. Популярность ее не вызывает сомнений – 80 тысяч гостей в день. Здесь можно узнать обо всем, чем богата республика. Для малого и среднего бизнеса это хорошая реклама. А социальное предпринимательство находит помощь в продвижении. Так, продукция ремесленников Коми благодаря ВДНХ вошла в федеральный проект «Больше, чем покупка» и теперь продается на автозаправках. Мы помогаем им с упаковкой, с маркировкой, с логистикой, с документооборотом, с управленческими навыками. Ожидается, что третью ВДНХ посетят эксперты Сколково, представят разработки свои и резидентов, работающих в Коми. Их смогут взять на вооружение представители разных отраслей и предприятий. Наш телеканал тоже среди участников. О событии расскажем в онлайн-режиме. Такое на самом деле будет впервые. С 11.00 до 12.30, полтора часа в прямом эфире мы будем хвастаться всем самым лучшим, что у нас есть в республике, что делают наши предприятия. Прямо в нашей передвижной студии 11 будут гости, которые будут показывать, рассказывать, угощать тем, что они производят. Самое интересное и самое новое будет там. И еще интересный момент. Юрген в Триколор ТВ, поэтому не только республика будет знать о наших достижениях, но и вся европейская часть России. Экспозиция спецтехники пополнится машинами МЧС, лесозаготовителей и газовиков. Еще больше интерактивных площадок, игровых зон для юных посетителей ВДНХ. А в финале всех ждет мега-розыгрыш. Десятки призов от участников и партнеров. Главный подарок – 100 тысяч рублей. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрген.